Продолжение следует... 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 По оценке компании E-Star, она является третьим по объемам продаж продукции телекоммуникаций в Китае и десятой в мире. И рост доходов компании до всем известной пандемии составлял не менее 30% в год. По нашей оценке в рамках нашей страны продукция компании E-Star в настоящее время составляет также, если сравнивать с зарубежными поставщиками, с зарубежными производителями, то в том сегменте, в котором мы работаем и продаем наше оборудование, можно, наверное, сказать, что не менее 30% рынка мы здесь покрываем. Продолжение следует... Какие продукты, представленные компанией E-Star, какие продукты производятся? Ну, в первую очередь, это Voice Over IP-шлюзы, достаточно популярный и востребованный продукт. Это различного рода IP-телефонные станции, как чисто программные, так и гибридные телефонные станции, законченные, оформленные в корпусе. Так и различного рода облачные платформы и продукты для унифицированных коммуникаций. Поскольку мы сейчас говорим именно о операторской деятельности, о операторах связи, то мы рассмотрим достаточно подробно и глубоко, в первую очередь, продукты, которые могут быть интересны именно операторам связи. И первый такой продукт, про который мы поговорим, это Voice Over IP-шлюзы, производство компании E-Star. Voice Over IP-шлюзы. Что это такое? Пару слов напомню всем. Ну, собственно, Voice Over IP-шлюз – это устройство, которое позволяет сопрягать сети различных типов, различных физических интерфейсов с IP-сетями. Понятно, что и известно, что телефония развивалась поступательно, как в России, так и за рубежом. Сначала были аналоговые сети телефонной связи, потом, соответственно, прогресс не стоял на месте, двигался вперед, появились цифровые каналы связи. Далее появились у нас сети мобильных операторов связи, беспроводных связи. Ну и, соответственно, в настоящее время широкое распространение имеет передача сигнала, передача информации по IP-сетям. Несмотря на то, что передача информации по IP-сетям и IP-сети в целом достаточно широко уже распространились, существуют отдельные случаи, существует достаточно их много на самом деле на всей территории нашей страны, в которых крайне необходимо использование именно VoiceOver IP-шлюзов как устройств, позволяющих сопрягать сети более, как сказать, ранних поколений с современными IP-сетями. Для этого, собственно, и служат VoiceOver IP-шлюзы. Причем VoiceOver IP-шлюзы обладают достаточно большим количеством интерфейсов, как с точки зрения типа интерфейса, так и с точки зрения количества портов, которые можно использовать. Для начала рассмотрим VoiceOver IP-шлюзы, предлагающие подключение по FXS и FXO-портам. Напомню, собственно, что такое у нас является FXS и FXO-портами. FXS-порты – это порты для подключения аналоговых телефонных аппаратов, которых на самом деле в настоящее время еще достаточно много установлено в различных организациях, домах, частных пользователях. Количество этого оборудования крайне велико в настоящее время. FXO-порты, соответственно, порты для подключения городских аналоговых соединительных линий. Это те самые линии, которые заходят в квартиру, например, к каждому обычному человеку, который имеет телефонный номер от обычной аналоговой телефонной станции с городским телефонным номером. FXS и FXO-порты, соответственно, могут быть востребованы одновременно, могут быть востребованы раздельно. Для каждого из этих случаев мы используем различные VoiceOver IP-шлюзы с необходимым интерфейсом и необходимым количеством портов. VoiceOver IP-шлюзы существуют в вариантах на один порт подключения, на два порта подключения, на 4, 8, 16, 24 и 32. Модели, которые позволяют подключать большое количество портов, это модели TA-1600, TA-2400, TA-3200, имеют исполнение для установки в стойку. Модели с меньшим количеством портов выполнены для установки, либо можно их поставить просто на полочку положить, либо можно вставить в соответствующий держатель и также в вертикальном положении установить на какую-либо горизонтальную конструкцию. То есть, подытоживая, с точки зрения возможностей, с точки зрения VoiceOver IP-шлюзов для подключения FXS и FXO интерфейсов, мы имеем достаточно большой ассортиментный ряд моделей, которые позволяют нам подключать как телефонные аппараты, так и городские аналоговые соединительные линии. В том количестве портов, которые нам необходимы для решения конкретных задач. Далее давайте посмотрим, где именно можно использовать и каким образом можно использовать данные VoiceOver IP-шлюзы. Наиболее распространенным вариантом применения VoiceOver IP-шлюзов малопортовых, начиная от одного порта и где-то, наверное, до восьми портов, являются сети операторов связи, в качестве головного устройства которых используется soft switch, а в качестве абонентских окончаний для подключения аналоговых телефонных аппаратов используются как раз VoiceOver IP-шлюзы с портами FXS. Таким образом, оператор связи, работая, используя в своей деятельности современное оборудование, используя в своей деятельности VoiceOver IP-сети, тем не менее, может подключать оконечные устройства, привычные для конечных пользователей, которые и не предлагая им приобретать дорогие достаточно, может быть, в каком-то случае IP-телефонные или SIP-телефонные аппараты. Таким образом, малопортовые шлюзы очень востребованы как большими операторами связи типа Ростелекома, так и большим количеством региональных операторов связи, также имеющих свои собственные центральные коммуникационные узлы, и решают задачу по подключению конкретных пользователей и подключению аналоговых терминалов конкретных пользователей в современную IP-сеть, IP-инфраструктуру, провайдер-развязи. VoiceOver IP-шлюзы многопортовые, можно сказать, что начиная от 4 и более до 32 портов используются обычно, в том числе операторами связи и интеграторами для реализации каких-либо проектов. Очень многие компании в настоящее время продолжают иметь в своей инфраструктуре связи большое количество аналоговых линий, медных аналоговых линий обычных, к которым также подключены аналоговые телефонные аппараты. Зачастую в тех серверных комнатах, в которых сходятся эти кабельные линии, мы можем обнаружить достаточно огромные большие кроссы с кабельной инфраструктурой, которой надо что-то делать, каким-то образом переводить ее в IP-сеть для использования, для работы совместно с какими-либо IP-свечами, IP-телефонными станциями. Здесь достаточно хорошо и помогают именно многопортовые VoiceOver IP-шлюзы E-Star, которые позволяют при монтаже в стойку достаточного количества шлюзов очень аккуратно, быстро, качественно использовать существующую кабельную инфраструктуру для передачи всей информации, всех сигналов, всех, соответственно, вызовов в IP-сеть для управления с помощью IP-телефонной станции. Аналогичная проблема, аналогичная задача встает перед организациями, которые имеют большое количество двухпроводных городских соединительных линий, исторически сложившаяся в организации номерная емкость, медные линии связи, они как бы имеются, и зачастую очень сложно эту ситуацию быстро изменить, перевести это все либо в IP, либо в цифру, с помощью соответствующего провайдера, у него может таких ресурсов в какой-то момент времени не быть. Но с помощью использования VoiceOver IP-шлюзов с интерфейсами FXO от компании E-Star это сделать достаточно легко. Все аналоговые городские соединительные линии просто, дешево и быстро интегрируются в IP-сеть с помощью соответствующего VoiceOver IP-шлюза с нужным количеством портов. Таким образом, это, в принципе, основные варианты использования VoiceOver IP-шлюзов для работы в настоящее время и для использования их операторами связи, но встречаются различные дополнительные кейсы, менее распространенные, о которых, в принципе, можно тоже будет поговорить отдельно при более глубоком разборе данного вопроса. Александр, прошу прощения, да, можно вернуться. Хотел бы добавить, хотел бы рассказать о преимуществах шлюзов в сравнении с конкурентами, которые сейчас существуют на рынке в рамках VoiceOver шлюзов. В первую очередь, по техническим характеристикам в Естаре включено, Естар позволяет иметь межсетевой экран, то есть обеспечивать безопасность, к примеру, уведомляя о предупреждениях об атаках на оборудование, о каком-то спаме, о ДОС-атаках. И вторым значительным отличием, преимуществом является наличие S&P и радиус протоколов, что позволит подключить имеющееся оборудование Естар к существующим системам мониторинга. Вот это основные преимущества Естар в сравнении с конкурентами. Спасибо. Кроме того, существуют отдельные дополнительные линейки VoiceOver IP шлюзов у компании Естар, которые закрывают потребности по совмещению, интеграции беспроводных сетей, сетей беспроводных операторов связи, опять-таки с IP-сетями либо заказчика, либо партнера, либо оператора связи. Но в этой линейке мы видим достаточно большое количество шлюзов, начиная от одного, так же порта, и заканчивая до 16 портов на шлюз. Причем старшая модель этого варианта шлюзов изначально поставляется с одной установленной картой на 8 подключений и может быть расширена до 16 подключений, соответственно. VoiceOver IP шлюзы с компанией Естар для подключения к сетям беспроводных операторов имеют возможность подключаться как к обычным GSM-сетям, так и к 3G-сетям. При этом количество подключаемых каналов определяется как количеством установленных модулей, так и количеством установленных сим-карт. Посмотрим, для каких конкретных случаев выгодно и интересно использовать данные варианты подключения. Ну, в первую очередь, малопортовые GSM-шлюзы интересны для организации дополнительного резервного канала связи в случае отказа, например, основного канала связи, либо IP, либо цифрового, либо еще какого-либо другого. При этом, при отказе основного канала связи сотрудники организации, сотрудники компании, в которой установлено АТС, установлены данные VoiceOver IP шлюзы, могут получить резервный канал связи и таким образом сохранить возможность совершения вызовов. Кроме того, многопортовые GSM-шлюзы могут быть использованы для сокращения расходов на исходящие вызовы на абонентов сетей мобильной связи. Достаточно просто это реализуется, то есть устанавливаются сим-карты соответствующих операторов связи в том количестве, в котором необходимо, и осуществляется с помощью внутренних настроек распределение вызовов по соответствующим каналам с сим-картами определенных операторов. То есть вызовы на операторов, например, компании Beeline, Megafone, МТС пойдут именно на этих абонентов. Все это определяется существующими настройками и программируется непосредственно на АТС и VoiceOver IP шлюзы. То есть достаточно удобно и легко с помощью VoiceOver IP шлюзов можно организовать как резервные каналы, так и сэкономить достаточно большое количество денег на исходящие вызовы. Также в ассортиментной линейке VoiceOver IP шлюзов в компании E-Star существуют шлюзы для подключения устаревших цифровых каналов сигнализаций ISD-NPI. Данные шлюзы у нас используются и производятся в двух модификациях для подключения одного потока E1 и для подключения двух потоков E1. Таким образом, достаточно удобно, можно, используя шлюзы для подключения потоков E1, организовать и модернизировать существующую инфраструктуру связи конкретного заказчика. В данном случае достаточно иметь разветвленную внутреннюю IP-сеть. Шлюз же может быть установлен в месте физического прихода цифрового канала связи, и далее вся информация по IP-сети будет передана на телефонную станцию, которая, собственно, может быть установлена в совершенно другой точке, в другом месте, с учетом места расположения, которое в данном конкретном случае наиболее оптимально. То есть, да, VoiceOver IP шлюзы для подключения цифровых каналов у нас используется для агрегации устаревших цифровых каналов связи в IP-инфраструктуру. Теперь посмотрим на, собственно, стоимость этих устройств. Стоимость VoiceOver IP шлюзов с интерфейсами FXS и FXO у нас варьируется в диапазоне от 40 до 632 долларов, в зависимости от модели. Как я ранее говорил, модели VoiceOver IP шлюзов FXS и FXO у нас имеются от одного порта до 32 портов. Здесь на данном слайде указаны рекомендованные цены, соответственно, партнер при работе в рамках партнерской программы имеет соответствующие скидки от рекомендованных цен. VoiceOver IP шлюзы для подключения к сетям мобильных операторов находится, стоимость VoiceOver IP шлюзов находится в диапазоне от 133 до 1678 долларов, и шлюзы для подключения цифровых каналов связи, цифровых потоков Е1 находятся в диапазоне от 600 до 1144 долларов. То есть стоимость достаточно невысокая, причем необходимо сказать о том, что всегда существуют проектные цены. Если у вас имеется большой проект, связанный с использованием VoiceOver IP шлюзов, причем абсолютно независимо от того, какие конкретно в нем шлюзы используются, одного типа, не одного типа, набор различных этих шлюзов, если общая стоимость в рекомендованных ценах превышает 6000 долларов, то, соответственно, есть уже возможность запросить у вендора, у дистрибутора проектные цены под данный проект, которые могут быть существенно ниже не только рекомендованных, но и партнерских цен. Оборудование VoiceOver IP шлюза производства компании E-Star очень надежное. Мы работаем с ним около 10 лет, и за последние несколько лет мы практически не имеем никаких возвратов, отказов, рекламаций на данное оборудование. Оборудование работает без каких-либо проблем, ошибок, неисправностей и тому подобное. То есть, фактически, мы сейчас в год не имеем возвратов данных VoiceOver IP шлюзов. Если такие единичные случаи и происходят, то, как правило, проблема решается либо перепрошивкой программного обеспечения, либо связана с неправильной эксплуатацией оборудования конечным заказчикам. Гарантия на данные многопортовые шлюзы составляет 2 года, и на малопортовые шлюзы от одного до двух портов 1 год. Коллеги, здравствуйте еще раз. Продолжу я. Поговорим и расскажем о таком продукте от компании E-Star, как E-Star Cloud PBX. E-Star Management Plan – это интерфейс Cloud PBX для создания виртуальных телефонных станций. Благодаря этому интерфейсу вы можете в рамках Cloud PBX, скажем так, нарезать небольшие виртуальные АТС и предоставлять своим клиентам. Cloud PBX позволяет включить до 2000 абонентов, причем это число расширяется, и оно гибкое. Вы можете предоставить и 100 абонентов, и 20 абонентов, и, к примеру, 500. И обеспечивать до 500 одновременных вызовов, имея максимальную емкость в 100 виртуальных АТС. Добавлю пару слов, коллеги. Чтобы было до конца понятно, E-Star Cloud PBX – это не АТС. Это платформа, на базе которой возможно создание до 100 виртуальных телефонных станций различным количеством абонентов и различным количеством одновременных вызовов. Эта платформа предоставляет оператору связи дополнительную возможность в плане предоставления сервиса конечному заказчику. Помимо предоставления услуг связи традиционных, таких как каналы связи, интернет, провайдер также может предоставить конечному заказчику виртуальную телефонную станцию, которая функционально будет полностью обеспечивать его всеми необходимыми услугами и сервисами. Сейчас мы поговорим, почему компании выбирают Cloud PBX и что дает это решение партнерам и заказчикам. В первую очередь, для заказчиков, заказчики могут сократить первоначальные затраты. Если мы рассматриваем пример с внедрением полноценной железной IP-АТС и покупкой телефонных аппаратов, то в данном случае виртуальная АТС не несет каких-то огромных затрат благодаря своему подходу, благодаря ежемесячным платежам. Поэтому в рамках виртуальных АТС позволит заказчикам не вкладываться в инфраструктуру и сократить первоначальные взносы, первоначальные расходы. Также виртуальная АТС позволяет не привязываться к стационарным либо настольным телефонным аппаратам. Работать можно вне офиса, работать можно через мобильный телефон, к примеру. Как показывает практика, большая часть сотрудников в компаниях в России и не только используют мобильный телефон в своей работе очень часто. И благодаря виртуальной АТС в том числе сотрудник может решать какие-то деловые задачи, не находясь в офисе. Ну и благодаря сервисам, которые eStar предлагает в виде виртуальной АТС, сервисам и функциям, помимо входящих и сводящих звонков, также существует поддержка чатов, поддержка всевозможных аудиоконференций. Есть возможность делиться документами, то есть в общем смысле его слова унифицировать все коммуникации, которые бывают в компании. Коротко о том, какая компания выберет облачную АТС. Здесь если рассказать коротко, компании, которые не имеют в своем штате IT-персонала, который в данном случае несет расходы по заработной плате. Компании с резко меняющимися потребностями в услугах связи, к примеру, сейчас необходимо просто прием звонков, через полгода необходимо уже интеграции с какими-то системами, еще через полгода необходимо уже полноценное голосовое приветствие с записью разговоров. Также такое решение выбирают компании, которые имеют несколько офисов, распределенных офисов по всему миру, либо в рамках одного города, одной страны. Также виртуальная АТС будет интересна стартапам, а как мы все знаем, стартапы очень много денег вкладывают не только в свой продукт, но и еще и в рекламу, поэтому уменьшение расходов на телефонию скажется положительным образом и будет хорошим обоснованием, почему облачная АТС должна быть интересна стартапам. Также предприятия, имеющие мобильных и удаленных сотрудников, которые перемещаются по городу, которые не сидят или сидят мало в офисе, но стоит задача о контроле. К примеру, в рамках записи разговоров сотрудник перемещается, но заказчик всегда благодаря записи разговора может контролировать, как был обработан звонок и вообще звонил ли сотрудник туда, куда он необходим. И также немаловажно, компании, которые не имеют места для размещения оборудования, у которых нет серверной, у которых, ну, это можно отнести к IT-персоналу, где у нас по минимуму существующего оборудования, вот, и все основные сервисы получают в облаке. Какие выгоды от виртуальной АТС получает заказчик? Ну, коротко. Возможность организации телефонной связи вне офиса. Компании могут не нести расходов, а больших расходов в закупке телефонных аппаратов. Могут использовать программные телефонные аппараты. Заказчики получат полноценный сервис телефонии в рамках одного продукта виртуальной АТС Естар. Эти сервисы мы разберем более подробно. Это и голосовые приветствия, автосекретари, записи разговоров, интеграция с CRM-приложениями, всевозможные переадресации, очень гибкая маршрутизация звонка, маршрутизация на группу, либо поочередно, одновременно и так далее. Собственной разработки софтфон, Линкус, который позволит не закупать телефонные аппараты. И еще выгода для заказчика – полная независимость от места расположения офиса. Это актуально, когда заказчик, к примеру, снимает офис, работает в нем, но ему резко необходимо поменять место дислокации. В данном случае виртуальный АТС позволит просто забрать компьютер с рабочего места и телефонный аппарат, если он стоит, и перевести его на другое рабочее место, в другом, может быть, офисном здании, без проблем. И не надо ничего менять. На время этого переезда можно настроить маршрутизацию на сотовый, и тогда не будет простоя в телефонных звонках. И заказчик не будет терять входящие звонки и своих клиентов. Вопрос от Тимура. Можно ли на уровне админы кастомизировать созданную виртуальную АТС? Например, убрать авиар, очередь и оставить только нужное. Да, конечно, Тимур, в рамках продукта Cloud PBX, в рамках всех созданных виртуальных АТС, каждая виртуальная АТС может настраиваться под свои потребности. Если в голосовом приветствии в авиар нет необходимости, вы сразу напрямую маршрутизируете звонок на человека, либо на группу людей. Если для другой организации необходим голосовое приветствие, то вы его настраиваете и включаете со всеми необходимыми тайм-аутами и звуковыми дорожками. Каждая виртуальная АТС – это отдельная как физически, так и логически система. Какие выгоды получает партнер, когда начинает работать с продуктом Cloud PBX? В первую очередь простая активация и управление от партнера требуется только подготовка инфраструктуры. То есть всю установку, всю активацию в данном случае, в данном варианте проводит E-Star под наблюдением нас, компания IP-матики. Привязка заказчика. Здесь мы имеем в виду, когда партнер выдает такую услугу, как обеспечение телефонной связи своему заказчику, он его тем самым привязывает к себе, к получению этой услугой, будь то на ежемесячных платежах или, может быть, на ежегодных, неважно. В совокупности, если еще партнер предоставляет номерную емкость, то здесь привязка вообще получается очень хорошая, потому что сложно уйти от того номера, в который уже вложили и рекламу, и средства, и деньги, и силы. Поэтому тем самым вы, партнеры, с помощью Cloud PBX привязываете к своим услугам, которые предоставляете своих заказчиков. Выгодные продажи. Cloud PBX, как было сказано ранее, предоставляет 100 бесплатных полнофункциональных виртуальных АТС, которые лицензируются по количеству пользователей. В данном случае имеется в виду, если на данном этапе вам необходимо 20 пользователей, 200, к примеру, пользователей, то вы оплачиваете за именно эти 200 пользователей. И по мере роста предоставления услуг виртуальных АТС у вас увеличивается платеж. То есть вам не надо тратить огромные деньги, чтобы потом не пользоваться какой-то частью функционала. Вы платите ровно за то, чем пользуетесь. И бесплатная установка. Да, как уже сказал, инсталляцией занимается E-Star под наблюдением IP-матики. В данном случае это намного упрощает подготовку развертывания системы. Вопрос, да, Тимура. Насколько я знаю, пользователи обновления и количество записанных минут, это идет по подписке, а количество одновременных вызовов. Да, Тимур, запись разговоров и обновления у нас по дополнительной лицензии. На сайте они у нас фигурируют. Количество одновременных вызовов здесь до 500 на всю систему. Оно не лицензируется. Да, и оно не лицензируется. Подводя итог, да, Cloud PBX имеет в себе бесплатный программный телефон с возможностью чата, обмена документами, аудиозвонками. Емкостью, как уже было сказано ранее, 2000 пользователей. Численность пользователей гибкая, до 500 вызовов. Cloud PBX возможно подключить аналоговые сети через порты FXO, FXS, через шлюзы, которые мы с вами ранее обсудили, показали и посмотрели. Также можно подключить и GSM-сети с потоками E1. То есть это все работает. E-Star Management Plan – это интерфейс управления Cloud PBX. Имеет простой интерфейс, достаточно интуитивный. И, что самое немаловажное, русифицированный. Чуть позже мы его вам покажем. Ну, здесь вы схематично можете наблюдать, как выглядит Cloud PBX платформа. В данном случае на схеме мы имеем E-Star Management Plan и Session Board Controller. В данной схеме Session Board Controller отвечает за безопасность виртуальных АТС на стыке между внешней сетью и внутренней сетью, где физически развернут Cloud PBX. Справа вы можете видеть, для примера, несколько офисов, которые используют настольные телефонные аппараты. И, к примеру, подключение через программные телефоны Linkus. Также Cloud PBX имеет в себе такой сервис, очень важный, как интеграция с CRM-системами. Интеграция происходит через открытый код API, который позволяет интегрировать телефонную станцию с существующей CRM-системой у заказчика, либо с какими-то биллинговыми системами, с какими-то отельными системами, системами учета. Сейчас у нас есть уже готовые модули, у наших партнеров есть готовые модули по интеграции с такими CRM-системами, как Bittrex и AmaCRM, где у нас нету готового модуля, всегда можно синтегрировать через API. В рамках сервисов, которые дает интеграция, здесь возможно автоматически сохранять записи разговоров на стороне CRM, вытягивая их из АТС, делиться статистикой и текстовыми сообщениями из АТС в CRM-систему, и собирать отчетность в CRM-системе, отчетность из АТС. На примере, на картинке вы видите, как виден e-star менеджмент план с созданными виртуальными АТС. Надежная и удобная платформа. В чем она выражается? В первую очередь, вне зависимости между экземплярами АТС, то есть, как я уже сказал ранее, каждая АТС физически и логически отделена друг от друга, что обеспечивает в первую очередь безопасность и гибкость при создании настройки, либо обновлении, либо, к примеру, резервирование той же виртуальной АТС. Виртуальную АТС можно создать за минуту, то есть, с момента, когда к вам, к партнерам, приходит от вашего заказчика запрос на предоставление услуг, до момента предоставления услуг действительно проходит одна минута. Выглядит это следующим образом. Ваш заказчик получает на почту логины и пароли от своего личного кабинета. То есть, быстрота предоставления услуг сейчас в наше время играет важную роль, и e-star это понимает и учитывает в разработке своих продуктов. И также масштабируемость по запросу. Если нынешняя ситуация требует от вас какого-то минимального количества пользователей, скажем так, 100 человек, 100 пользователей, вы платите именно за эту пользователей. И по мере роста компании, вашей компании, компании заказчика, вы можете масштабировать систему под те требования, которые диктует нынешний день, нынешние условия и так далее. Под те типы бизнес-задач. Также e-star позволяет Cloud PBX забрендировать. То есть, что здесь подразумевается, обеспечить лого своей компании, компании-партнера на продуктах Cloud PBX. То есть, в вашем случае заказчики будут видеть, что они пользуются системой под вашим брендом, под вашим логотипом и шаблоном приветствия. То есть, это тоже немаловажно и на рынке играет решающую роль порой, когда заказчик видит, что он пользуется продуктами именно той компании, в которую платит деньги за этот продукт. Это дополнительная реклама, ваша реклама в вашей компании, когда заказчики видят ваш бренд. Теперь поговорим о стоимости облачной платформы Cloud PBX. Как уже говорил ранее, программное ПО и установка в рамках тестовой лицензии проводятся бесплатно. Так же, как и коммерческая лицензия, установка и инсталлизация происходит бесплатно. Вы получаете в рамках продукта 100 виртуальных АТС. То есть, можете обеспечить в максимуме 100 компаний, обеспечить услугой телефонизации. Лицензия на одного пользователя в рамках бессрочной лицензии. Cloud PBX бывает в рамках бессрочной лицензии и лицензия на год. Так вот, в рамках бессрочных лицензий получается у нас пользователей от 10 долларов при приобретении. В рамках лицензии на год стоимость одного пользователя для вас, для партнеров является от 7 долларов. Так, гибридные и программные IP АТС Естар. Теперь мы поговорим о том, какие еще есть IP АТС у компании Естар в рамках железных, в рамках ПО плюс сервер. Это ориентированный на малый и средний бизнес. Это серия S, которая позволяет включать от 20 абонентов АТС до 300 с расширением, обеспечивая до 500 абонентов. И серия K, которая позволит обеспечить от 1000 до 2000 абонентов. Уже это более крупные компании. Это все железные решения. Серия S это железное решение. Серия K может поставляться как программное обеспечение, так и программное обеспечение плюс сервер. Чуть подробнее мы об этом расскажем. Серия S также имеет модульную архитектуру, которая позволяет с помощью модулей подключать такие порты, как FXO, FXS, такие конечные устройства к портам FXO, FXS, GSM и потоки Е1. То есть модульная архитектура позволит вам не покупать какие-то дополнительные шлюзы, к примеру, для экономии места, а с помощью модулей обеспечить внутри АТС все необходимые порты. На картинке вы можете наблюдать, какие модули существуют. Все эти модули устанавливаются на платы, повторюсь, в серии S. Это у нас S20, S50, S100, S300. Также все АТС от компании E-Star имеют в себе русскоязычный интерфейс. Можно интерфейс сравнить с персональным компьютером на базе Windows. Также имеется рабочая область с иконками, и каждая иконка отвечает за свой функционал. Где-то это настройка сервисов, где-то это обслуживание, где-то это мониторинг. Интерфейс, как я сказал ранее, он достаточно интуитивный. В совокупности с русскоязычной документацией, если ваш инженер первый раз сталкивается с продуктами E-Star, ему не составит много времени разобраться в этом продукте и настроить функции и сервисы для предоставления услуг. В любом случае у нас для вас открыта техническая поддержка, куда можно обратиться, мы вам обязательно поможем и расскажем и покажем. Помимо функций и сервисов, E-Star предлагает такой сервис, как автоматическая настройка телефонов, которая упрощает автонастройку парка, огромного парка телефонов, если это требуется, либо обновление телефонных аппаратов. Как мы можем видеть, E-Star работает и сотрудничает не только с таким брендом, известным как E-Link, но еще также с другими брендами, которые есть на рынке. Это Snow, Fanville, Cisco, Panasonic, Gigaset, Polycom. То есть любой телефонный аппарат этих брендов позволяет автоматически настроить продукты IP-ATS E-Star. От Тимура вопрос. Так, по клауду и аппаратному железу я нахожусь в Узбекистане. Как быть с добавлением нового языка? Здесь, наверное, отвечу я. По вопросу локализации программного обеспечения, по вопросу добавления нового языка, добавления соответствующих сервисов или тонов, вопрос решаемый. На самом деле, можно этот вопрос задать производителю. Мы, соответственно, делаем локализацию для российского рынка. Мы можем сделать локализацию для, в принципе, любого рынка, который готов работать с оборудованием E-Star. Для этого нужно написать запрос на почту partnerestart.ru, и мы, соответственно, свяжемся с производителем оборудования по этому вопросу и будем его решать. Да, спасибо, Александр. Продолжу про автоматическую настройку. Чем она удобна? Автоматическая настройка позволит вам массово настроить телефоны, обновить телефонные аппараты и посмотреть вообще в сети ли этот телефонный аппарат. Это актуально и по сей день, и экономит массу времени IT-персоналу. Также в продукции E-Star серии S, серии K входит бесплатная запись разговоров. Достаточно важный сервис, который предоставляет E-Star в рамках IP-ATS. Теперь мы поговорим о том, с помощью чего, внедрив АТС, внедрив шлюзы, мы можем как всю эту систему контролировать. Для этого E-Star предлагает систему мониторинга и удаленного управления, ремонт менеджмент. С помощью него вы можете контролировать и управлять всеми решениями от E-Star в рамках АТС. Это серия S, серия K, это тот же Cloud PBX, позволяет подключать и управлять. И также помимо АТС это VoiceOver IP-шлюзы, которые мы рассмотрели в самом начале. В эту систему входит коротко удаленное управление, повышенная безопасность. Здесь я имею в виду, если у вас пароль входа слабый, то система об этом уведомит и подсветит. Мониторинг в режиме реального времени актуален, когда вы, к примеру, предоставляете услуги виртуальных АТС, и вам необходимо, вашему сотруднику, мониторить, что происходит, какая нагрузка по каждой АТС, которую вы предоставляете. Это все делается, скажем так, дашбордом, где выводятся все продукты, которые подключены к системе мониторинга. Эти продукты в виде списка устройств, с которыми вы можете взаимодействовать по определенным ролям. У какого-то сотрудника роль администратора, у него есть доступ ко всему, у кого-то какой-то части. То есть роли достаточно гибкие. И, коллеги, теперь поговорим немного о партнерской программе E-Star. Как я говорил в начале этой презентации, компания E-Star на российском рынке находится уже достаточно давно. Мы сотрудничаем около 10 лет. И компания E-Star для своих партнеров предоставляет не просто возможность приобрести оборудование с какими-то скидками, а имеет целую партнерскую программу, которая настроена на то, чтобы обеспечить для партнера возможность роста, возможность получения более выгодных предложений, возможность обучения собственного персонала, обучения своих инженеров и более четкого понимания своих интересов, своих выгод при работе с компанией E-Star. Для того, чтобы начать сотрудничество с компанией E-Star, не требуется каких-либо сложных усилий. Для этого достаточно направить запрос на Sales IP-Matic.ru и подписать партнерское соглашение с компанией E-Star. Далее нужно зарегистрироваться на партнерском портале по ссылке, на котором, собственно, производится регистрация крупных проектов для того, чтобы компания E-Star и мы, как дистрибутор, могли обеспечить партнеру нормальное сопровождение каждого из этих проектов. Компания E-Star и компания E-P-Matic имеет множество дополнительных ресурсов для своих партнеров. Во-первых, это личный кабинет партнера. Каждый партнер на портале partner.estar.ru имеет свой собственный личный кабинет. В личном кабинете он регистрирует проекты, может посмотреть, соответственно, какие устройства уже были зарегистрированы, по каким устройствам была осуществлена продажа в какие компании. То есть ведется такая запись этой информации непосредственно каждым партнерам. Кроме того, ознакомиться дополнительно с партнерской программой в своем личном кабинете партнер может. Далее партнер видит возможности своего роста в рамках партнерской программы. То есть там все достаточно подробно, понятно и просто написано. И те инструменты, которые входят в партнерский портал, в личный кабинет партнера, достаточно удобны для ежедневного использования. Кроме кабинета партнера имеется также дополнительный портал academia.estar.ru, на котором, собственно, регистрируются инженеры партнера. Каждый инженер в данном случае также имеет свой собственный кабинет, в котором содержится информация о пройденных курсах, о полученных сертификатах, которые можно оттуда скачать. Имеется информация о дополнительных материалах, которыми также можно воспользоваться. Материалы постоянно обновляются и находятся в открытом доступе для того, чтобы можно было и воспользоваться. Кроме того, компания e-star понимает, что каждый новый партнер в начале своего пути не обладает соответствующими компетенциями для того, чтобы построить сложную телекоммуникационную систему именно на оборудовании e-star. Поэтому у нас есть специальная служба компании Appymatica, специальная служба пресейлов, которые помогают партнеру на первоначальном этапе. С помощью данной службы вы можете запросить расчет конфигурации оборудования, подбора оборудования, причем не только на базе компании e-star, но и сопутствующего оборудования для проекта на базе других вендоров, представленных нашей компанией. В самом простом случае это может быть проект на основе какой-либо телефонной станции и шлюзов e-star, и дополнительно телефонах Funvel, телефонах e-link, каких-либо депт-систем, EGASET, например, или того же самого e-link. То есть достаточно выразить, так скажем, свое желание или потребность заказчика, и наша компания поможет вам произвести необходимые расчеты. Кроме того, при необходимости реализации проекта через конкурс, через тендер, мы также помогаем нашим партнерам в составлении соответствующей документации и технических заданий. Техническая поддержка в нашей компании обеспечивает как ремонт, так и замену неисправного оборудования. Немного повторюсь, скажу, что за последнее время неисправного оборудования, практически возвратов по нему мы не получаем, то есть оборудование достаточно надежное, но в случае наличия каких-либо неисправностей мы очень оперативно и быстро производим либо замену, либо ремонт оборудования и возврат уже, непосредственно партнеру и заказчику. Кроме того, любые вопросы по партнерской программе, по взаимодействию с компанией E-Star или с компанией E-Star в части любого вида оборудования, любой продукции, вы можете задать всегда по e-mail partner.estar.ru, так же как и по вопросам создания, регистрации, поддержки проектов на project.estar.ru. То есть все эти ресурсы находятся постоянно под полным контролем и реагируем мы на них очень быстро, оперативно в течение, как правило, одного дня. Пару слов по партнерским уровням. Партнерские уровни у компании E-Star отличаются для voiceover IP-шлюзов и IPPBX. Соответственно, для voiceover IP-шлюзов существует два партнерских уровня, это дилер и премиум. Для продажи IPPBX и E-Star существует четыре партнерских уровня. Авторизованный партнер, серебряный, золотой и платиновый. Соответственно, партнерских уровней распределяется и скидка партнерская, и дополнительные бонусы, которые может получить партнер. Все это подробно описано в партнерской программе компании E-Star, которую каждый партнер получает после регистрации, после направления заявления о сотрудничестве, подписания соглашения с компанией E-Star. Проектная политика предусматривает возможность регистрации проектов для партнера при продаже любой телефонной станции, включенной именно в проектную политику. На настоящий момент это практически все телефонные станции компании E-Star, за исключением двух моделей S20 и S412, которые продаются свободно, доступно, открыто, и которые можно приобрести на склад в любом количестве. Проектные модели телефонных станций продаются при реализации конкретных проектов. По VoiceOver IP шлюзам также возможна регистрация проектов, и данные проекты начинаются от совокупной суммы в рекомендованной цене от 6 тысяч долларов. То есть если у вас имеется проект по VoiceOver IP шлюзам на сумму в рекомендованных ценах от 6 тысяч долларов, вы также можете заявить его и запросить специальные цены под этот проект. Регистрация всех проектов производится на партнерском портале partner.estart.ru И несколько слайдов хотелось бы показать по нашей системе обучения, по системе сертификации партнеров, которая описана подробно на нашем сайте на партнерском портале, на портале обучения akademia.estart.ru На портале содержится, помимо личных кабинетов инженеров, несколько разделов. Разделы включают в себя наиболее популярные, наиболее интересные. Это описание курсов компании e-star для инженеров, описание и перечень мероприятий, которые мы планируем проводить с компанией e-star в ближайшее время, и раздел полезных материалов, в котором вы можете ознакомиться с последней информацией по продукции, инструкциями по пользованию различного вида, как для конечного заказчика, так и для инженера, я имею в виду пользователя, так и для инженера, который производит монтаж, обслуживание и установку оборудования. В данном портале в настоящее время вы можете также зарегистрироваться в качестве инженера и получить всю информацию абсолютно свободно, абсолютно бесплатно, обучающую информацию по курсу компании e-star PASIC. Этот курс позволяет в целом получить достаточное количество информации для управления и настройки и обслуживания телефонными станциями e-star и шлюзами компании e-star. А после изучения данной информации, которая доступна абсолютно бесплатно, абсолютно свободно в любой момент времени, вы можете там же на этом портале сдать экзамен и получить официальный сертификат компании e-star по курсу PASIC. Это также предоставляется абсолютно свободно и бесплатно для любого инженера. Кроме того, два раза в год компания e-star и компания e-matica проводят Академию e-star. Ближайшая Академия у нас происходит как раз в этом месяце, в конце месяца, в сентябре. На данной Академии партнеры могут пройти дополнительные курсы, повышающие квалификацию по использованию и по обслуживанию оборудования, по установке оборудования компании e-star и получить более высокий статус и более высокие сертификаты. Наличие этих сертификатов напрямую влияет на статус партнера и на его уровень в рамках партнерской программы. То есть, чем более квалифицированной у партнера имеются инженеры, чем более большие объемы продаж партнер может реализовывать в рамках партнерского периода, тем более высокий статус партнер получает. Еще раз повторюсь, что подробно это все описано в партнерской программе, которая доступна после подписания соглашения с компанией e-star. Самостоятельное обучение в целом доступно даже без подписания соглашения. То есть, вы можете зайти на портал Академии e-star, почитать, посмотреть, что из себя представляют курсы, скачать необходимые материалы, ознакомиться с ними и даже сдать экзамен. То есть, для этого подписания соглашения не нужно. Можно просто пройти обучение, посмотреть, как это работает, ознакомиться с оборудованием и потом для себя принять решение о том, регистрироваться в качестве партнера компании e-star или нет. Очень широкие возможности компании e-star и компании E-PIMATIC предлагают для тестирования оборудования. Любое оборудование, которое нами было озвучено в рамках этой презентации, voiceover IP шлюзы любой емкости и любых интерфейсов, телефонные станции, либо программные продукты, вы можете взять протестировать. Причем ряд программных продуктов, которые мы предлагаем, а именно это облачная платформа, облачная Cloud Bix e-star, о которой мы говорили, а также телефонная станция уровня Enterprise для 2000 пользователей K2, вы можете взять эти программные продукты на достаточно длительный срок на тестирование. Телефонную станцию K2 на 2000 пользователей вы можете взять сроком до 3 месяцев на тестирование в полном функционале без каких-либо ограничений. Телефонную станцию, не телефонную станцию, облачную платформу e-star Cloud Bix вы можете взять на тестирование сроков до 6 месяцев. Сделать это достаточно просто. На нашем сайте компании IP-MATIKA, IP-MATIKA.ru вы можете зайти в соответствующую карточку продукта, либо облачную АТС e-star, либо другого продукта, телефонной станции K2 и скачать форму для запроса на тестирование соответствующего решения, соответствующего продукта. Далее эту форму вы направляете на адрес partneristar.ru и, собственно, далее вендор принимает решение о выделении лицензии для тестирования этих продуктов. Также аппаратные наши продукты, такие как Voice Over IP-шлюзы или телефонные станции S-серии, вы можете взять по запросу, обратиться в наш отдел продаж с запросом о тестировании соответствующего оборудования и получить его на атынете. По поводу клауда был вопрос, на который мы не ответили. Имеется вопрос про системные сообщения, оповещения о номере очереди и тому подобное, правильно? Этот вопрос связан с переводом. Вопрос направлялся на почту для тестирования. Мы проверим еще раз почту. Если по какой-то причине ответа не было, мы обязательно ответим сегодня. Тимур, спасибо, мы обязательно проверим и сегодня ответим на этот вопрос. Коллеги, в целом презентация наша на этом завершена, поэтому просим вас задавать вопросы по нашей презентации. Будем готовы вам прямо сейчас на них ответить. Коллеги, если вопросов нет, вы сейчас, по крайней мере, вы всегда можете задать их на почту partneristar.ru. Мы, соответственно, эту почту ежедневно смотрим и будем отвечать на все появляющиеся у вас вопросы. Также с презентацией вы сможете ознакомиться дополнительно в рассылке, которую мы проведем по окончании нашей презентации. Да, коллеги, хотел бы еще добавить к словам Александра. У нас открылся, как вы все знаете, шоу-рум, который находится в нашем офисе, где территориально мы находимся. Вот, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех и показать... В шоу-руме мы сможем вам показать и сервисы, и функции, которые предоставляет, в том числе, eStar. Спасибо. Хорошо, коллеги, еще раз всем огромное спасибо за участие в нашем вебинаре. На этом, наверное, с вами прощаемся. Будем рады вас видеть на наших следующих вебинарах. Спасибо, до свидания. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok